Простое. Скальный массив, как термос, держит температуру. Мы находимся в самом сердце Игнатийской пещеры. Этот грот называется Келья старца Игнатия. Здесь этот грот очень интересен как раз двумя позициями. Во-первых, здесь находятся самые интересные рисунки, наглядные. И здесь находится икона, которой поклонялся этот Игнатий. Икона создана самой природой. В округлых формах капельника, на тёка на стене, отчётливо читается образ Богоматери. Над нерукотворным барельефом всё же немного поработала рука человека. Легенда гласит о том, что это был отшельник, покинувший шумный мир из-за несчастной любви. Его возлюбленная погибла, и крепостной художник возненавидел солнечный свет, выбрав молитвы во тьме. Факты говорят лишь о том, что в середине XIX века он построил в пещере избушку. Страдолец затаскивал сюда брёвна через длинный лаз шириной всего в несколько десятков сантиметров. Просторный зал, в котором можно попасть только ползком – идеальное место для кельи отшельника. Здесь отшельник жил, и уже даже и во время, и уже и после его смерти, жители окрестных заводов устраивали сюда крёстные ходы. От храма с хругвиями сюда приходили на поляну перед пещерой. Здесь камни словно дышат и слышат каждый шаг экскурсанта. Ощущение, что темнота смотрит на тебя из глубин пещеры. Колонии летучих мышей и барсуки, здешние обитатели, предусмотрительно укрылись от настойчивого света телекамер. Для учёных, главная ценность пещеры – в наскальных рисунках. Нанесённые охрой 14 тысяч лет назад древним человеком, они до сих пор видны невооружённым глазом. Под этими сводами 300 лет назад русским исследователем Палласом был обнаружен череп ребёнка. До сих пор не установлено, что за обряды и ритуалы проводились здесь во времена мамонтов и носорогов. В этом гроте плоский наклонный потолок. Этот плоский наклонный потолок 14 тысяч лет назад был изрисован рисунками. Здесь есть изображение мамонтов, лошадей, верблюд, много всяких геометрических символов и очень такая большая композиция женщины и бык, которые соединяются между собой пятнами такими, их можно проследить, по количеству 28 штук, по количеству дней в лунном календаре. Это как символ плодородия, единственное всего живого. Почти во всех галереях Игнатьевской встречаются рисунки первобытных обитателей. Для них уникальное природное укрытие было одновременно жилищем и храмом. Здесь проводились посвящения юношей в мужчины о мучении будущих охотников. Мы находимся в гроте столба, но это не столб в классическом понимании. Это огромный останец породы коренной, вокруг которого вода промыла ходы. Размером он где-то длиной 15 метров, шириной 5 метров и высотой, соответственно, 2-3 метра. Композиция вот в этой части, вот в этом вот районе, составляет рисунки следов животных. Здесь вот нарисована змейка, вот она вот так вот идет. У нее 7 изгибов, то есть 7 это вроде магическое число, так оно использовалось. Здесь вот есть следы животного, цепочка тоже, 7 следов. Песец пробежал или что-то такое, они вот как бы один за другим. Здесь 3 следа носорога, то есть у нас здесь тоже водились шерстистые носорог, кости их встречаются в пещерах. И здесь вот как раз вот этот след, пятак и тройной вот этот, как копыта, то есть отпечаток следа носорога. Исследователи 18 века предполагали, что своды в галереях Игнатьевской пещеры обработаны специально. В описаниях того времени даже идет речь об рельефах, колоннах и лепнине. Современные ученые отметают эту версию. Почти совершенные, округлые формы всего лишь причудо водной стихии, образовавшей когда-то пещеру. В 100 метрах от Игнатьевской еще одно чудо уральской природы – Иссюмская скала. Река Сим ныряет под ее прохладные своды и далее несется под землей, выныривая родниками. На протяжении сотен лет под многотонным массивом Иссюмской скалы был своего рода подземный пляж. Теперь река поднялась, все выше подступая к каменным сводам. Сюда никогда не проникал дневной свет, а рыба любопытна и непуглива. Это единственная пещера в Челябинской области с большой подземной рекой и, в общем-то, по-моему, даже и для Урала. То есть именно не ручей, а большая река Сим уходит под скалу. Здесь 800 метров по прямой здесь и, оставляя сухое русло 2,5 километра, оно пронизывает массив горы Иссюм насквозь и выходит вот здесь в виде четырех мощных источников. Фрагмент участок, вот этот 200 метров галерея, доступный для человека, для прохождения. Но вот в данный момент из-за высокого уровня воды проход туда, вот в галерею, прямую, вот 200-метровую, сейчас закрыт, перекрыт водой. Субтитры создавал DimaTorzok Из письма путешественника 18 века «Есть великая опасность попадания кареты или повозки в пещеру, ибо она скрыта под снежными завалами и проходит в Акурат рядом с почтовым трактом, который ведет из Троицка в Екатеринбург». Пещеры казачьего стана, расположенные в Увельском районе, действительно неподготовленному туристу сложно заметить. Прямо посреди чистого поля, а то и в центре земляничества.